Приветствую вас и вопрос, который вы задаете, точнее вы даже своего вопроса, как такового не задали, вы просто обрисовали ситуацию, и что вам можно на нее порекомендовать? Во-первых, нужно сказать так, что ваши родители, они желают для вас, вот лично для вас всего только самого лучшего, ваши родители хотят, чтобы у вас был идеальный для них, с их точки зрения, идеальный молодой человек, но они не понимают, что у вас свой выбор, твое решение, они не понимают, что у вас твое видение ситуации, И если говорить об этой ситуации, то у родителей свой взгляд на отношения, ваше отношение с молодым человеком, а у вас свой взгляд. И поскольку отношения личные у вас с молодым человеком, то мнение родителей здесь совершенно не учитывается, тем более, что вам 22 года уже, вы более чем самостоятельны, более чем совершеннолетние, и все у вас в этом плане в порядке. Значит, родители преследуют какую-то цель, пытаясь оградить вас от молодого человека. Вам нужно сделать следующее. Либо понять, какую цель люди преследуют в данном случае ваши родители. Чего они хотят, почему они так против, а от того, что вы, вот, вместе, да, с младым человеком, и попробовать помочь им достичь того, чего они хотели бы. Либо идти к своей цели все равно, то есть вне зависимости от того, скандалы или не скандалы. И когда и если родители увидят, что вы счастливы, что молодой человек вам никакого горя, ничего плохого не сделал, а наоборот, только принес вам счастье, то они постепенно смирятся. То есть вам нужно довести своих родителей до смирения ситуации. До того, чтобы они примирились, чтобы они поняли, что вы не поменяете своего решения. Что вы так и будете двигаться в направлении своих желаний, того, что вам кажется правильным, того, что вам кажется верным, того, что для вас важно. Эти моменты, моменты, связанные непосредственно с вашим личным характером, достаточно сложно предварять в жизни, потому, в основном, что родители, они на вас давят. Они как-то пытаются вас контролировать. Они как-то пытаются вам навязать свое мнение. И вот вопрос в том, почему они это делают. Для чего им это нужно? Если вы поймете, скандалы прекратятся, потому что вы понимаете причину, да, а они нет. Нужно просто перестать реагировать на их нежелание принимать вашего молодого человека, и стараться все больше и больше обосабливаться от них в сторону своей личной жизни. Момент здесь заключается еще и в том, что ваших родителей не переубедить. То есть, если они по какой-либо причине сейчас на данный момент против того, чтобы вы встречались с молодым человеком, то они так и будут против. Вы их не поменяете. Но вы можете заставить их принять вашу точку зрения. И здесь в принятии вашей точки зрения кроется, я бы сказал, ключевой момент. Ключевой момент. А именно, если вы не будете реагировать на них вообще никак, не будете реагировать на то, что они вам говорят, не будете обязаться, не будете давать им обратную связь, а просто молча, или не совсем молча, а, скажем, игнорировать просто их будете. То со временем родители поймут, что с вами бесполезно спорить. Вы все равно преследуете свою цель. У вас все равно своя точка зрения. Тогда чем тратить время на то, что лечено всякому смыслу? Они делать этого не будут. Ибо, еще раз повторить, в этом нет никакого смысла. И тогда, когда они перестанут на вас давить, начнется другая фаза. Фаза вашей уверенности в том, что вы делаете. И вот здесь нужно, конечно, в обязательном порядке показать родителям, что вы не только готовы бороться за свою, как бы, жизнь, но вы еще и при этом готовы отвечать за нее и готовы в долгосрочной перспективе, именно в долгосрочной перспективе, что очень важно, отстаивать свою точку зрения, отстаивать свое противопозитство. Так человек и становится взрослым. На данный момент вы с понятным причином во многом зависите от родителей, судя по всему. И процесс взросления происходит через становление своего мнения, через становление своей точки зрения, своего взгляда на жизнь. Это невозможно без подобных экспертов. Родители просто не понимают, что вы уже выросли, они не понимают, что у вас уже своя жизнь, они этого просто не понимают. Вам нужно отнестись к этому спокойно и перестать как-то противопоставлять себя им, пытаться что-либо доказать, а просто спокойно жить своей жизнью, жить своими интересами все-таки и вообще говоря, не обижаться на них для того, что они вот так к вам относятся. С другой стороны, когда вы будете это делать, у вас все будет хорошо, у вас все получится. Прочитание для звонок, и, собственно, вам нужно действовать в таком направлении. То есть перестать стремиться прибытии к родителям, перестать стремиться что-либо им доказывать, это не имеет никакого смысла, и стараться жить своей жизнью, обосамливаться от них и просто своим последовательным, упорным поведением, направленным на достижение ваших целей, на удовлетворение ваших желаний. Вот таким способом, таким путем, образом двигаясь, постепенно заставлять родителей не принять вашего молодого человека, а именно смириться их с тем, что происходит у вас в жизни. Потому что то, что происходит у вас, совершенно не должно соответствовать тому, сколько отдельно видят ваши родители. Это справедливо, очень жаль, что они этого не понимают, но у них на это есть свои причины, и вот с этими причинами отдельно нужно разобраться, чтобы постараться одновременно удовлетворить какую-то часть потребностей родителей, вместе с тем еще и имея понимание того, чего они хотят, менее болезненно реагировать на то, как они себя ведут. Когда вы что, согласитесь, вот если вы видите такую вещь, видите такую вещь, что родители с вами скандалят, они с вами скандалят, и вы думаете, что скорее всего они это делают, потому что ну, как-то плохо относятся именно к вам. но если у вас будет понимание причин, понимание мотивов действий родителей, вы увидите, что не вы выступаете основной ну, целью, основной зоной раздражителя и так далее для них, не вы выступаете, а что-то другое. Что-то другое непосредственно в них самих, в ваших родителях. и когда личная окраска упадет, вы сможете достаточно легко переживать этот конфликт, потому что будете осознавать, что он доверяется не на вас, а на желаниях родителей. и это будет вам очень сильно помогать. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи.